Геббельс в Киеве, ассоциированная от Рианищих, Саламе и Ножны. Утренний кофе с Евразия Дели за 24 июня 2021 года. Сегодня без глобальных новостей. Так, мелочи, но темы интересны. Первое. 13 районов в 8 провинциях на юге севере и в центральной части Афганистана перешли под контроль Талибана за последние 24 часа. На сторону боевиков переходят уже не просто солдаты, но и силы специального назначения вместе с оружием и бронеавтомобилями. 20 лет американской демократии с захватом в заложники всех афганцев заканчивается так, как и должны были закончиться. Впрочем, у США уже есть опыт позорного бегства, например, из Вьетнама. Второе. В Киеве презентовали информационную брошюру по безопасности, в которой содержатся практические советы о том, как следует вести себя в ситуации угрозы со стороны России. Ее разработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуре. За основу были взяты дневники доктора Гиббельса. Третье. Украинский военный уронил ножны от сабли перед президентом Грузии Саламезу Раббишвили, которая прибыла в Киев на встречу с главой государства Владимиром Зеленским. Момент попал на камеры. Об этом сообщил телеграм-канал «Спутник Ближнее Зарубежье». Подошел поближе, глянул на красоту грузинской царицы и со страху саблю уронил. Надо же готовить военных к такому зрелищу. Четвертое. Американские эксперты портала «Популяр Механик» попытались разобраться в целях нахождения в 35 милях от Гавайев российской эскадры, проводящей испытания. Подчеркивается, что РФ давно не отправлял такие силы так далеко в Тихий океан. Им сначала надо разобраться, что делает эскадроната в Черном море, около границы с Россией. И тогда все станет ясно. Пятое. Кораблями Черноморского флота совместно с авиацией остановлено нарушение российских границ с британским эсминцем «Дефендер». 23 июня сообщили представители пресс-центра Минобороны РФ. Англичане перепутали века. Правь Британия морями. Они могли петь в 18 веке. А нынче им лучше молчать. В тряпочку. Они уже показали себя в 2007 году, когда английских моряков захватили иранцы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, утверждает британская Financial Times. Доходит потихоньку, что без России они ничего решить не могут. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Седьмое. Первый общий визит в Брюссель министров иностранных дел в формате ассоциированного ТРИО запланировали на 24 июня Украина, Молдавия и Грузия, сообщает пресс-служба МИД Украины 23 июня на официальном сайте. ТРИО нищих на паперте. Подайте кто сколько может, пустите в дом погреться. А вроде похоже на страны. Восьмое. Признаки, по которым США вычисляют русских хакеров, назвала Микки О'Янг, заместитель помощника главы Минобороны США по политике в киберсфере. По ее словам, орудующие из России хакеры иногда выдают себя кодом. В коде существует защита, препятствующая заражению некоторых компьютеров, на которых по умолчанию установлен русский язык. Я вас умоляю, хакеры работают на русском языке? Ой. По этой логике надо судить всех мужчин на планете. У них по умолчанию есть такая штучка, с помощью которой можно совершить изнасилование. Девятое. С 2015 года в США из-за столкновений с полицией и охраной в отделении неотложной медицинской помощи попадало более 400 тысяч человек, сообщает 23 июня телеканал NBC News со ссылкой на данные изученные им властей. Вот это надо выдать как напоминание каждому представителю российской оппозиции. И пусть и не поцелуют родную полицию. Ну, кто куда захочет. Или кому куда привычнее. Извините. Десятое. Экспертиза независимой. Еще раз извините. Экспертиза независимой лаборатории не нашла ДНК тунца в сэндвиче с обвейс тунцом, сообщает 23 июня газета New York Times. Только натуральные продукты из США. Сэндвичи с тунцом без тунца, яичницы без яиц, хлеб без муки, суши без риса. Зато написано Made in USA. Гебельс в Киеве, ассоциированное Трио Нищих, Саломе и Ножны. Утренний кофе с Евразия Тейли.